Сегодня в библиотеке Молчанова-Сибирского мы даем мастер-класс по пленеру. Так я обозначил эту тему. Вот библиотека наша. Великолепный день. Я сегодня специально оделся по пленерному. И после этого мастер-класса пойду на целый день рисовать. 26 апреля 2017 года. Иркутск. Академгородок. Сегодня тема наша называется, и собственно весь этот мастер-класс, называется пленер. Городской пейзаж, акварель. Что характерно, я после этого занятия пойду как раз рисовать до конца вечера. Именно поэтому я вот сейчас не стал раздеваться. Я вам начну с инструментов, с материалов немножко расскажу. Я занимаюсь, если можно так сказать, пленером со второго курса института, когда я учился. Это был 73-й год. Ой, больше. Почти 50 лет назад, да? И впервые мы поехали на пленер. Когда мы учились на архитектурном, то в проклятое советское время студентов второго курса, ну естественно бесплатно, на пленер посылали по всему Советскому Союзу. И мы вот ездили на пленер, например, объездили всю Прибалтику. Мы практически два месяца были на пленере. И там это был мой первый, так сказать, пленер. С того времени у меня остались тоже акварельки, я их так сравниваю иногда. Ну вот столько лет я, собственно, город и рисую. Поэтому у меня как бы уже накопился очень большой арсенал и опыт. Что нужно, чего не нужно. Я вот специально не стал эту свою сумку распаковывать. Вот можете на нее посмотреть. Примерно такая. Вообще у меня как бы пленерный, мой пленерный арсенал, он очень разнообразный. Но весь смысл сводится к тому, чем я больше живу, да? 60 лет скоро будет, как нарисую. Вот я прихожу к выводу, что чем меньше, чем проще, тем лучше. Я сейчас пришел уже как бы к философии, к такой, что вообще одна кисть и тушь. И листок бумаги. Все, больше ничего не надо. Вот все остальное, это лишнее, это мешает. Вот даже эту сумку, выходя на улицу, я сегодня ее взвесил, 8,5 килограмм весит. Вот, да. Сейчас мы ее будем разберем помаленько, и вы посмотрите. Это у меня малый пленерный набор, может быть больше. Сегодня я не взял треножник, я еще беру иногда с собой треножник, но я от него уже тоже отказался. Самое смешное на пленере это этюдник. Вообще вот этот гроб деревянный, который весит 3 с лишним килограмма, да, и который стоит 6 тысяч, это вообще какая-то такая фантасмагория. Короче, я говорю, я 50 лет рисую, у меня не было этюдника. Это совершенно ненужная вещь вообще для художника, тем более, который ходит по городу. Вы представляете, ходить пешком, по чужому, по своему городу, пешком, и носить на себе 8 килограмм. Поэтому самый главный принцип, когда вы идете что-то рисовать, да минимум, как туристы. Вот они составляют список, что, что, сколько весит. И вот эти 500 лишних грамм, они потом вам где-то часа через два, вы очень их сильно хорошо почувствуете. Именно поэтому это важная часть, скажем так, пленерной работы. Я также отказался от каких-то сумок для формата А2. В основном я рисую вот на А2 и на А3 формате. Чаще на А3, потому что все-таки это занимает место. Но вы можете обратить внимание, как выглядят работы, например, А3 и А2. Все-таки А2 уже выставочный такой формат. Хотя я никогда не делал пленер именно для выставок или для продажи. У меня цель другая, я об этом тоже скажу, зачем вообще я рисую на пленере. Ну и А3, ну тоже вполне нормальный формат. Но речь в формате это не речь продажи. Как сказал знаменитый художник, ну все, я уже... А, да, ну так вот, я одет сегодня как на пленере специально, я поэтому и показываю себе. Большой козырек, чтобы солнце не светило. Такой многофункциональный жилет, в котором много карманов и все есть. В нем есть вот мой телефон, на который я снимаю, в нем есть фотокамера, я обычно надеваю. Шарф это вот... Все думают, что художники, они выпетриваются, это все понты. Шарф нет, это очень удобная вещь для того, чтобы вытирать лицо, для того, чтобы вытирать руки, для того, чтобы повязать на голову, если печет солнце, для того, чтобы когда ты носишь сумку. То есть, вот этих приемов, их огромное количество. Я их могу все вам показывать очень долго, но в отдельном месте за отдельные деньги. Вот, это уже секреты, да. То есть, когда мы вот так вот повязываем, то мы, собственно, вот так вот ее несем, это очень удобно. Много всяких приемов. Шарф, он как бы многофункциональная тоже вещь. Это не просто так. Все носят такие вот вещи, да, как фенечки. Конечно, это не фенечки. Это у меня резинка, которая тоже играет очень большую роль всяких разных вещей. Когда ты что-то забудешь или еще что-то, она тоже нужна. Нет ничего лишнего, все честно. Ну ладно, я пока сейчас сниму эту шарф, чтобы вам продемонстрировать. Что у нас есть? Я этот не часто беру, отказался от этой самой чехла. Он не нужен, я сделал себе вот из гофрокартона такие вещи. Вот использую вот эти вот резинки, которые тоже у меня многофункциональные. Они одновременно и бумагу держат, и скрепляют. Вот такие прищепки тоже. Вот все отобран, буквально каждая деталь у меня отобрана временем. И я могу объяснить, почему именно это, а не другое. Это вообще принцип красоты в искусстве. Полная гармония. То есть, когда нельзя заменить другим. Вот, смотрите. Это обычно... Я приезжаю в город чужой, да? В Новосибирск, например, приехал, я пошел на свалку, на мусорку. Нашел ящики старые. Потом зашел в магазин, купил скотч черный. И обои вот эти. Это все делается на месте. Это весит граммы. Вот что мы имеем, понимаете? И не надо нам никакого троса. Вот это очень легкая штука. Она... Я уже говорил, что это очень важный момент. Это у меня подставка. А можно рисовать, да? Это пара листов с бумагой, на которую я тоже креплю бумагу. Есть два способа. Многие делают с помощью скотча. Вот так вот бумагу крепят сюда. Причем можно сразу несколько крестов закрепить. Один, второй, третий. Потом рисовать, снимать, рисовать, снимать. Вот. Я это очень редко делаю, потому что, ну не знаю, я вот так четырьмя прищепками прикрепляю бумагу. И мне этого достаточно. Вы понимаете? Вот я говорю, я иду все время к простоте. Все технические ухищрения, это только уход от искренности. Потому что Чехов сказал, что главное, единственное слово. Вот его спросили, каким вот единственным словом вы можете выразить понятие искусства? И он, ну если вот только одно слово. Ну-ка вот давайте. Какое единственное слово, которым можно выразить понятие искусства, суть искусства? Все трудно, да? Ну, конечно, это более многообразное понятие. Но Чехов сказал искренность. Вот главное, что должно быть, наверное, в искусстве. Но под словом искренность я еще подразумеваю честность. Честность, дизайнерскую честность. Меня многие не понимают, когда я говорю про честность. Они почему-то это сравнивают с моральными критериями. Там, обманул, не обманул. Нет, честность в дизайне, это полное, стопроцентное соответствие формы содержанию. Функции. Вот если вы чем-то что-то наполняете, что-то делаете, то, что не имеет объяснения и не имеет функции, это плохой дизайн. Это не искусство. Красота, она на 100-150% имеет любая тычинка у цветочка, любая форма, она имеет стопроцентную функциональность. Она не подумает. Самая красивая вещь это самолеты и танк, условно говоря, да, в дизайне. Вот у них там бомбасиков каких-то нету. Там сбоку таких бантиков, там еще чего-то, еще чего-то. Даже лишняя раскраска им мешает. Танк раскрашит именно так, как надо, чтобы он функционировал максимально. У него нет ничего лишнего. И поэтому он красивый. Точно так же животное, точно так же человек. Как только у него появляется излишество, вот, этим страдают молодые дизайнеры, как только появляются необъяснимые в архитектуре детали, это вранье. Это же неправда. То есть дом, у которого навешаны какие-то вот такие конструкции, которые совершенно не нужны, а потому что ему так захотелось. Вот он вот так захотел. Он в детстве не наигрался, наверное, в какие-то кубики или еще что-то. Вот. Функция искренности, честность и искренность. Поэтому она должна присутствовать во всем. Это я не зря говорю, потому что, когда вот вы сегодня ходили по выставке и как бы смотрели, что я делаю, да, то, собственно, моя задача как художника и на пленере в том числе быть честным и искренним в отношении к тому, что я делаю. Сразу возникает вопрос про пленер, да. Зачем мы туда идем? Я понимаю, что 150 лет назад художник шел на пленер или вообще рисовал портрет, потому что у него не было фотоаппарата и стояла задача, функциональная задача, функция, опять честность. Ему нужно было передать этот городской вид для того, чтобы там где-то напечатать, повесить, продать и так далее. То есть информативная. Наступила эпоха новая, революция, появилась фотография, появился конкурент у художника. Художники в начале прошлого века, позапрошлого, да, поняли, что они не должны конкурировать с фотографом, значит, должны заниматься чем-то другим. Вот чем другим? И я выхожу на пленер, я выхожу точно с такой же загадкой, задачей. А какие? Есть два способа вообще рисования. Есть вообще два способа в искусстве, честные и нечестные. Вот если я выхожу и пытаюсь срисовать то, что я вижу перед собой, то я глупостью занимаюсь. У меня в кармане два фотоаппарата лежат. Ну зачем мне срисовывать то, что я вижу перед собой? Зачем я вышел на улицу? Это нечестно по отношению к искусству, но это выгодно по отношению к торговле. Люди рисуют эти виды похожими для того, чтобы потом кому-нибудь это продать. Все. Художник, который честный, если он художник, а не продавец, то он работает для какой-то другой цели. Вот эта другая цель, это твой искренний жест, искренность. Вот я, если в этом мире нахожусь, моя задача, как художника, быть гармонизатором. Вообще, меня когда спрашивают, кто я по стилю, я гармонист. Вот такой был. То есть я не абстракционист, не авангардист, никто, я гармонист. То есть я ищу гармонию в этом мире, в себе и себя вместе с этим миром. Поэтому я, когда выхожу на Пленер, я, собственно, гармонизирую себя с окружающим пространством. Да, конечно, я могу сфотографировать, принести домой и срисовать, как это делают неродимые студенты, не зная, что делать на Пленере, потому что им нужна картинка, похожая на то, что они видят. И вот тут кроется самый главный интересный момент и Пленера, и вообще искусство, и зачем мы всем этим занимаемся. Некоторые путают фотографии с искусством, с изобразительным искусством. Тоже это противоположные две вещи. Это абсолютно противоположные. И вот с фотоаппаратом на Пленере и с пустым листом на Пленере, это две противоположные вещи. Абсолютно. Это два антагониста. Человек с фотоаппаратом и человек с пустым листом. Это в том случае робот, во втором случае человек богоподобный. Потому что, когда у тебя пустой лист, то перед тобой пустой мир, который ты сейчас здесь создашь сам. Мне возражают те, кто занимается фотографией, но я почему с фотографией связываю, потому что все время стоит искус, искушение сфотографировать. Что фотоаппаратом сфотографировать, что глазом сфотографировать, без разницы. То есть срисовать. Всегда стоит такое искушение. Передо мной, как перед художниками, я все время борюсь с этим искушением. Да, моя архитектурная школа, академическая, меня научила срисовывать этот пейзаж один в один. Я могу начертить этот фасад с точностью до миллиметра, сами знаете. Но я в себе сегодня борюсь, но знаете, как люди занимаются физзарядкой, они борются со своим ожирением. Так я борюсь с ожирением мозгов своих, потому что пытаться срисовать, это пытаться украсть, значит, уже то, что было сделано. И повторить, что происходит, когда я сажусь перед живым человеком. Я очень люблю рисовать портреты с фотографией. Вот, опять же, это можно делать тем, кто хочет на этом нажиться. Он берет фотографию, он берет компьютер, засовывает туда и начинает стилизовать. Кстати, стилизация в дизайне, это тоже дурной вкус. Потому что это подделка под что-то, под какой-то стиль. То есть это не создание своего стиля. Вот вам, когда говорят стилизовать, вы всегда себя ловите на мысли, что вы будете заниматься дурным делом. Надо не стилизовать, надо искать собственный стиль. Согласитесь, разница большая, да? Или работать под какой-то стиль, то есть быть вторичным, подражать эпигонство, подражание, воровство. Это стилизация. Да, в каких-то случаях в театре игра, да, там можно стилизовать. Еще где-то в иллюстрации можно стилизовать. А в реальной жизни, если вы создаете реальный предмет современного сегодняшнего дня, то стилизация это вранье. Это опять неискренно. То же самое здесь. Взять фотографию и что? С фотографией с помощью компьютера сегодня можно сделать все, что угодно. Вот все компьютерные программы, они уже даже вы, наверное, их знаете, а я еще когда лет 10 назад это все изучал, и вот я вам картинки тебе показывал на той стене, которые висят. Это вот сделано и так далее, лет 10 или 15 назад, когда я как бы изучал компьютерную графику, и я стилизовал фотографии под живопись. Сегодня мне за это стыдно. Я врал. Ну, мне не столько стыдно, поскольку я изучал. Я изучил. Никас Сафронов, наш знаменитый, как бы вот этот сверххудожник, академик шести академии художеств, вот он врет конкретно. Он берет фотографию, стилизует ее под живопись и продает за бешеные деньги. Вот кроме как мошенничество, связанное с уголовной статьей, я в этом не вижу. Я уж не говорю про как бы его импотентность полную как бы вот в творчестве. Это же не творчество. Это воровство. Вот есть творчество, а там корень воров. Вот все время люди отрезают от этого вот эти части, оставляют только воровство. Я выхожу на пленэр для того, чтобы совсем другим заниматься. То есть, смотрите, вы, наверное, знаете такие вещи, как, ну, вот шахматисты разгадывают шахматные задачи. Я знал математиков или просто людей, которые любят отгадывать загадки, например, да, или математические задачи ставят перед собой. Главное качество человека, отличающие его от животного, вот ведь мы что хотим. Мы-то хотим быть людьми все больше и больше, значит, мы должны тренировать свои чувства и свои мысли. Вот этот тренинг, это наш процессор. Вот в голове у нас процессор, который что делает? Он берет этот мир, вот пленэр, да, вот я вижу дом, да, и я его с помощью своего процессора ставлю задачу какую-то, и я ее решаю. Вот каждодневное решение этих задач, вот этот тренинг мозгов, вот, собственно, это потребность. Наверное, вот вы молодые, у вас есть утром потребности и сделать разминку. Ну, потому что, ну, надо, чтобы ваши мышцы, наверное, все-таки размялись. Точно то же надо делать с головой, точно то же самое надо делать со своими чувствами. Их надо все время тренировать. Тренинг, ну, это не тренинг, это реальная жизнь. Потому что цель жизни человека, вообще цель, это познание и творчество. Чтобы познавать и творить, человеку нужно жить с натренированными рецепторами и натренированными руками. Не превратиться в животное, не превратиться в дерево. Вот этот тренинг на пленэре-то и происходит. Конечно, мне, если бы я был вором, хитрецом и всяким мошенником, я бы пошел нафотографировал, домой бы принес и все бы это перерисовал. Еще хитрее засунул бы в компьютер и выдал бы в любом стиле картинку. Хотите в графике, хотите в живописи маслом, хотите в акварели. Вот простой человек не отличит. А мне стрёмно. Потому что я, во-первых, чувствую себя лжецом. А самое главное, потому что я-то в холостую это делаю, но только на продажу. Другого смысла нет. Я же задачу-то не решил. Я свой мозговой компьютер, вот этот мозг и чувство не использовал. То есть я использовал только ремесленные качества. Я использовал фотографы, со мной все время спорят. Я говорю, ребята, фотография это не искусство. Это не творчество. Это технический прием переноса изображения реальности на плоскость. Почему реальность на плоскость, я тоже уже рассказывал, да? Почему именно надо это делать? Почему есть такая потребность? Это отдельный разговор, да? Но вот фотограф с помощью фотоаппарата и процессора, который там находится, в самом фотоаппарате, не, абсолютно не включая свои мозги, переносит трехмерность на плоскость. Причем сразу в готовом колорите, с готовой перспективой. Задача решена. Фотограф не решает вот эту самую главную задачу, которую решает художник. То есть перенос реальности в условность. Вот главная задача художника – перенос реальности в условность. Реальность трехмерная, условность двухмерная. Причем она может быть любая. Условность может быть звуковая, она может быть в звуках. Условность условной звуки – до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Условный звук, который в природе не существует. Но мы, перекладывая ритмы и все это вот в эти семь ноток, мы создаем новую реальность. И мы заставляем человека под эти семь ноток, поставленные в определенном, самый главный критерий – ритм, масштаб, соотношение, то есть формальная композиция между ними, мы заставляем человека плакать и смеяться. Мы заставляем людей маршировать хором. Это простые семь нот, соединенные вместе с помощью, благодаря таланту творца, того человека, который умеет это делать. И оказывается, вот теперь самое главное, зачем это нужно. И оказывается, что условно созданный мир гениальным творцом, если он честный и искренний, это гораздо мощнее средство, чем ему сказать «иди туда» или еще что-то. Или если его начать убеждать какой-то просто логикой. Логика, подтвержденная вот этой мощной, мощной, чувственной, ритмической базой, пусть даже абстрактной, соединяет людей, расширяет сознание и так далее. Все. Это вот теоретическая часть, скажем так, по поводу пленера и что это такое, и почему я хожу. Так вот, а теперь еще немножко. Очень большая разница, и вы это должны понять, это пленер у студентов и пленер у меня. Поэтому вы, как бы, если я покажу сегодня, буду рисовать, или вот то, что вы видите, по сути дела вы так делать не должны. А вы просто не имеете права так делать, потому что по-настоящему, выходя на пленер студенту, должна стоять просто конкретная задача. Это метод обучения. Вот для того, чтобы чему-то обучиться, нужно пройти определенные этапы. Поэтому, когда вы ходите на пленер, вы должны требовать от своего преподавателя четко поставленные задачи. Вообще на любых занятиях скажите, вот сегодня задача такая, завтра задача. И задачи, учебные задачи, они делятся на части. Вот, это я могу себе позволить, очень легко сравнить меня, как бы, с виртуозом джаза, да? Я джазмен. Я владею своим инструментом уже так, что я не думаю о граммах, я не думаю о нотах, я не думаю, как ставить пальцы. Я об этом не думаю, моя мысль, у меня задача уже творческая. Она, то есть, их много, творческих задач тоже очень много. Это уже отдельный разговор. А у студента на процессе, ну, то есть, в период обучения идут гаммы. То есть, если музыкой кто-то занимался или спортом занимался, ведь для того, чтобы правильно сделать очень правильное движение, нужно его разложить на части и каждую часть долго-долго тренировать. Элементарный тренинг. Вот то же самое с рисованием, чего бы то ни было. Ну, вы уже рисуете, да? Там, чтобы портрет рисовать, надо все-таки научиться обрубоваться, чтобы понять, знать анатомию. Надо сначала изучать это, потом перспективу надо знать, потом это надо знать, потом это. Потом это все соединить, и произведение искусства еще не получится. Получится грамотный рисунок. Вот. Не больше, не меньше. Произведение искусства получится тогда, когда вот эту ремесленную часть, очень-очень хороший, пятерышный, грамотный рисунок, это еще не искусство, это не цель. Когда вот он наполнится вашим искренним, вашим жестом, вашим авторством, вот, то тогда он станет произведением искусства. Но тут происходит движение совсем в другую сторону. Потому что, когда вы пришли к ремеслу и сделали совершенную работу в ученическом плане, вы полностью ее очистили от своего авторства. Когда вы идете в сторону авторства, вы уходите от ремесла. То есть вы уходите в другую сторону. И за это вот, и поэтому часто вот этот вот когнитивный диссонанс происходит, да, у студентов, они приходят в институт, они же хотят быть художниками, а их заставляют быть ремесленниками. И вот там вот очень сложно. Он говорит, я хочу я себя показать, я, да? А ему говорят, нет, рисуй вот кубик, например. Очень трудно обучать, потому что нельзя убить это, но надо воспитать это. И когда вы хотите быть уже я, то надо отбросить все, чему вы учились. Как музыкант, да, который выходит. И джазмен, например, он может себе уже позволить играть какие-то не совсем правильные каденции, там еще что-то, еще что-то. Он начинает искать, в этих поисках он ошибается. Но это искренние ошибки, это его ошибки, которые никого не касаются. Вообще вот я ошибаюсь в своих работах, поскольку я их делаю не на продажу, и не для преподавателей, которые мне поставят оценку. То мне, честно говоря, эти ошибки, как бы, я их себе позволяю, это мои ошибки, которые мне могут нравиться, которые я захочу, исправлю, захочу, выкину. Но это процесс, искренний процесс работы. Теперь возвращаемся в практике. Я могу долго говорить, да. Формат А3, А2, А3. Меньше, это уже книжный формат. Почему я его выбираю? Человек, вот он такой вот, метр семьдесят восемьдесят рост. Рука у него такая, 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 такая. Искренность. Все время буду повторять это слово. Честность и искренность. Вот движение такое, движение такое, да. Чистая физиология. Движение вот такое. И движение пальчиками. Вот, собственно, что. Это искренний жест, авторский жест. Почему кому-то, вот китайцам, например, нравятся мои акварели, хотя они Иркутск не знают совершенно. А им на Иркутск, вообще-то, он без разницы. А они лайки ставят, покупают эти работы. А потому что там есть я. Там не Иркутск, там я. И вот чем больше меня, и чем более гармоничный там я, я вот сумел себя создать. Каким вот сумел, таким вот сумел. И если вот этот мой искренний жест там находится, проявляется, то работа состоялась, она нравится всем. Там происходит уже акт искусства. Это я как бы не то что хвастаюсь, у меня это очень редко получается. Но вот именно это стремление, вот это стремление себя вот таким вот образом в этом мире состоять, это и есть, наверное, призвание не только художника, а любого человека. На пленэр вы пойдете, мы все время сейчас будем как бы между, с вами вот между двумя вот этими на весах. Это одно ученичество, это одно. Художник на пленэре, то есть автор на пленэре, это совсем другое. Вот это вы должны осознать, поэтому мне трудно вам рассказывать. Например, мне было бы легко просто учить, да? Возьмите кисточку такую-то, возьмите краску такую-то, проведите линию так-то. Это было бы обучение ремеслу. Этим пусть занимаются вот наши преподаватели в институте. А вы же пришли все-таки со мной уже как с автором с каким-то встретиться, поэтому я должен вам как автор рассказать другую сторону этой медали, обратную, между прочим, почти противоположную. Я-то должен объяснить, что я делаю, потому что я не могу, извините, не болтать, если я не буду рассказывать, что я делаю, то никто не поймет. Я думаю, что вы даже сейчас поняли, вообще немножечко приблизились к тому, что я делаю. Теперь вот такая вещь. А, ну вот, я сейчас про жесты все-таки закончу. Так вот, собственно, мне вот этот формат позволяет работать именно моим искренним жестом. Если больше формат, уже жест будет, ну, может быть, еще состоится. Когда я вижу метровые холсты, двухметровые, трехметровые, то я сразу заподозриваю этого человека в неискренности. Потому что человек, который берется писать двухметровым холстом, должен по-моему бегать. Я начинаю его спрашивать, а зачем такой большой? И понимаю, что это другая цель. Какая-то другая цель. То есть, чем больше, ну, у нас же гигантомания сейчас, да, все стараются как можно больше. А Вернер Клемке, немецкий художник, гениальный иллюстратор, он сказал, кто не умеет создавать маленькие шедевры, вынужден малевать большие картины. Потому что, собственно, все, что вы хотите и умеете сказать, вы можете сказать вот на этом листе, и больше уже не надо. Если начинается рост вот этот вот, такой вот, до метра, этот человек работает на продажу. Я понимаю, да, ну, людям кормиться надо, художникам славы хочется. Продажа, продажность. А другой художник, Павел Филонов, наш гениальный абстракционист, он сказал, если тебя хоть раз купили, ты перестал быть художником. Так вот, и я когда вижу того, кто работает вот на таких холстах, я чувствую, что там есть неэкскретность по Чехову. Значит, там уже искусство куда-то уходит, и появляется какое-то другое качество. Продажность. Для меня лично это стыдное занятие, продажность. Иисус Христос всех, кто продавал, из храма выгнал. А поскольку мы находимся в храме искусства, то, собственно, здесь тоже как бы продавцам делать нечего. А вот гармонизировать себя на максимуме можно только ограниченным количеством средств. Вот к ним и стремишься в пленере, в работе. Любая акварель, любой рисунок, любая графика – это попытка вот этого компромисса между собой, который хочет, чтобы тебя похвалили, показали. И теперь к этим, например, работам и к пленерам. Понимаете, я как архитектор, да, неплохо обученный, могу сесть и за полдня нарисовать пейзаж один в один. Ну, один в один. Вот просто вот все окошечки, все детали. Если просижу три дня, я вообще нарисую, вот получится неотвечимая от фотографий. Но мы уже с вами поняли, что это есть вранье оказывается перед самим собой. Зачем мне, имея фотоаппарат, рисовать один в один? А вот студент, идущий на пленер, это уже вы будете рисовать так, как вам задал задачу ваш преподаватель, чтобы поэтапом это поделить. Сегодня у вас будет задача построить правильные перспективы из этих домов, завтра будет задача найти правильное светоденевое отношение и акценты, послезавтра вам поставят задачу, там, например, обобщить и акцентировать. Таких задач можно насчитать, ну, как раз на два месяца пленера, по одной задачке на каждый день. И вот когда вы их по одной освоите, вот тогда вы уже, когда закончите институт, и там выйдете сам на пленер, вы... И вот, опять, недостаток наших многих художников, очень многих, я их вижу, вот они что-то делают, рисуют, а они так и не смогли уйти от ученичества и перейти в творчество. И они так и продолжают писать эти натюрморты, писать эти бесконечные портреты, которые можно уже сегодня в компьютерной графике делать гораздо лучше. Они продолжают срисовывать эти пейзажи. Я его спрашиваю, зачем? Вот ты же... Жеста твоего нету. Он говорит, ну как вот, чтобы передать, чтобы перенести. Зачем, спрашиваю, передать? Ты кто? Ты создатель или передатель? Большинство вот, они передатели какие-то, в общем-то. Богу предают, а Бог нас родил для того, чтобы создатель, чтобы мы были кожи-творцами. Вот поэтому мне достаточного этого формата.